Здравствуйте! Не все детали моего макияжа будут в описании. Сегодня мы ищем самую лучшую фиолетовую палетку. И, ребята, у меня только три вещи. Однушка и две палетки. Почему так вышло? Я заказала еще маленькую от Makeup Obsession, но, к сожалению, она до меня не дошла. Я сегодня буду крайне недовольна, потому что я буквально недавно проснулась и у меня нет настроения. Еще я испортила брови. Замечтательно! Гидли бровей, кстати, и Люкс Изаж брал Суперфикс. Мало того, что брови испортила, так еще и без настроения. Так вот, ребята, самая лучшая фиолетовая палетка, хоть я ее и не тестировала, Имха, это вот эта от Beauty Bay. Я это знаю априори, потому что мне нравятся очень их тени. Я хотела сначала ее заказать, потому что снять этот видос, а потом подумала, да ну зачем, если мало кто сейчас может это сделать. Да и тем более у меня вы очень просили этот обзор. Я знаю, что опять-таки мало людей посмотрит, ну и хер с ним. Я принесла две палетки, потому что, говорю, третья почему-то не дошла, ее не смогли найти на пункте выдачи. Одна из самых популярных палеток, которая считается фиолетовой, мне непонятно почему, это вот эта от Makeup Revolution. Makeup Revolution London Reloaded Vision Repellet. А что в ней фиолетового? Вот у меня такой вопрос интересный. Ребят тоже не знаю. Здесь фиолетового-то один, два и все обчулся. Я пыталась ее протестировать, и я все нахер смыла, мне вообще не понравилось. Также заказала вот эту палетку от iHeart Revolution Fortunes and Crystals. Это была коробочка, вот как выглядит сама палетка, симпатично. Очень, да, здесь даже вот эта, как зовут, защитка. Имеет на себе всякие пюрышки, кристальчики, но это вот я выкину уже наконец-то. И вот как она выглядит внутри. Но здесь фиолетового уже побольше. Но, как вы знаете, Revolution обожает просто сатины, поэтому тут всего лишь два матовых, более-менее фиолетовых оттенка. Я не знаю, что я с этим сегодня сделаю. Кромочку, наверное, оставлю, потому что планирую продать эту палетку. Все-таки приятнее получать палетки в коробушке. И однушка. Вот, да, опять же, то же самое, что я говорила в поисках красной палетки и в зеленых палетках, ребята. Если вы любите какой-то конкретный цвет, легче уже купить однушку. Но это я по себе сужу. Я, например, обожаю красные цвета, и поэтому мне легче найти уже себе красную кремовую подложку, красную тень и вот так вот жить, потому что нет ни одной хорошей монохромной красной палетки и мха. Потому что в красных палетках я искала, но нашла очень хорошую розовую, кстати. А красного абсолютно ничего, хотя там было палеток побольше, чем здесь. Здесь всего лишь две. Уж извините меня, ну и однушка, да. Однушка тоже такая вот вечерушка. Начну я вот с этого. Еще раз хочу повториться, что я сегодня без настроения. Но, конечно, какое может быть настроение в 8 утра? Ну, я думаю, что настроение пить бэр на меня точно есть. Я уже выпила почти все, а настроение у меня не появилось. И под горячую руку попали вот опять палетки Makeup Revolution. Ребята, покажу вам ее поближе. 16,5 граммов получается в каждом рефиле 1.1 грамм продукта. Еще раз у меня вопрос, что тут фиолетового? И что мне с этим делать, собственно? Меня радует только то, что она холодная. А остальное здесь, ну, вообще, ну, как ни о чем, да? Коричневая. Что я вам сегодня с ней покажу? Если я вам с ней покажу фиолетовый макияж, вы сможете подумать, о, да, с ней можно сделать что-то фиолетовое. Ребята, нет. Я брала вот этот сатин отвратительный. Вот после этого я все смыла, потому что... Есть ли смысл делать сводч? Ничего, я сейчас войду в кураж. И подождите, я только проснусь. Я в 5 утра, конечно, проснулась. Но это проснулась я. А Марина Лакшис еще не пробудилась. Брови испоганила. Вообще жесть. Ладно. Этот самый праймер Revlon. Праймер Rimmel. Что-то он у меня заканчивается. Странненько. Ну, на эту палетку у меня вообще нет вдохновения. Ребята, я видела, кстати, видела запрос абсолютно недавно. Типа, Марина, протестируй, пожалуйста, Рело Дед Палет Виженери. Я еще хочу снять видос про самые уродские палетки. Наверное, он уже вышел. Это бы прям возглавило их число. Она была бы в первенстве. Вот Beauty Bay, да? Они тоже ведь масс-маркет берут. Самый фиолетовый. Ну, еб твою мать, а? Надо еще было подождать и подправить настроение хоть как-то. Потому что я сейчас буду вообще ругаться. Ну, короче, Beauty Bay тоже ведь масс-маркет бренд. Ну, там нет такого вот. Ну, что это, блядь? Вау, фиолетовая палетка. Ну, я поняла, что это за палетка. Это вот такая повседневная вечерушка с небольшим фиолетовым акцентом. Вот так для тех, кто стесняется. Немножко стесняюсь делать яркий макияж. Поэтому вот такая у меня... Ой, блядь, осыпание. Осыпание. Поэтому у меня такая палеточка с небольшим фиолетовым акцентом. Я дам своей подружайке, которая учится краситься, ей прям идеально зайдет. Она не боится цвета, но она пока не особо умеет. И этот фиолетовый, как бы он тушится хорошо. Просто в нем пигмента нету. Нихуя пейте сок, моя семья. Опять сделаю сегодня каткриз, как всегда. Хочется... Нет, давайте хейлоай. Мы идем в хейлоай. А то весь месяц каткриза вам показываю. Хейлоай. Время хейлоай. Где моя губка? Какой, кстати, моя ковтуля? Купила в Вайкике. Беру темный, который рядом с фиолетовым. Вот я пыталась сделать что-то подобное. Сидела такая, делала. И все смыла. Говорю, мне вообще не понравилось то, что я увидела. По-моему, Иса слишком низкий. Вам кажется, что ярко. Я сейчас подниму. Вы подождите, еще не вечер. Вот как я выгляжу. Вот. А так слишком светло. Что же делать-то? Скажи мне что? О, просыпается Марина Сергеевна Лакшес. Вот такая вечерушка. Фиолетовый здесь вот, который светлый. Не которым я затемнила. Он как будто грязненький. Такой не совсем чистый. Фиолетовый. Оцените. Да, конечно, нежный сам по себе цвет. Но он такой вот. Да. Он какой-то не такой. Жопу трогает ногой. Нижний глаз. Почему-то я так сильно экономлю кисти, которые я люблю. Я не хочу их часто мыть, чтобы они подпортились. Вот без праймера что выходит. Не-не-не. Если вы эту палетку хотите в качестве фиолетовой, то ни в коем случае. Если вы хотите ее как повседневную использовать, то, ребята, флаг вам в руки. Говорю, пыталась сделать макияж как для красных палеток, я делала для зеленых, да, отдельно. Я открыла и такая думаю, а, собственно, что мне сделать, извините меня? Как-то ни о чем. Как-то, ребята, ни о чем. Ну, ну что-то. Ладно. У нас тут сегодня хейлоай, поэтому не ноем. Наславится, кстати, хорошо, но потому что формула такая у них кремовая, нежная. Найс? Думаю, найс. Так, хейлоай. Что взять? У нас тут с вами выбор-то небольшой. Вот такой супер сухой, непонятно что. Сатин есть, еще сатин, опять заслочу, и розовый. Ну, все это сатины. Чем отличаются сатины от металликов, ребята, я уже тысячу раз говорила. Вот это вот все сатины. У них свечение как у ткани. Как ткань такая, сатин. Это не металлики. Если для вас это металлик, окей, хорошо. Для меня металл, он металлический, а не вот такой вот. Хотя тут можно принять за металл розовый. Давайте его поднаслою, а то он чуть ни хера не засвочился. Розовый на слою, окей. Это еще может быть металлом. Но то, что сверху, однозначно сатины. Один в один с сатины. Да, б***ь, и розовый этот сатин. Такой frosty finish, как у финиш. Как у Джеффри в палетках обычно бывает. Беру клей. Смотрите, какая сишка. Это снова морс. Классно очень. Мне нравится. Причем она на пятерку, а не на двойку есть. Ну, на 2%. Я на пятерочку всегда беру. Но ощущение, что она тоже двоечка. Ну, ладно. Пить и курить, здоровью вредить. Нельзя ни хорошо, ни красиво. То, что вы курите, это не делает вас крутым человеком. Это делает вас зависимым и слабохарактерным. По себе сужу. Поэтому, если вы, ребята, не курите, даже не начинайте. Это очень дорого. А бросить может только человек, у которого суперсильная сила воли. Я пыталась, не смогла. Два раза пыталась. Ну, видимо, плохо старалась, знаете. Знаете, не про мои зависимости. Беру вот этот розовый. Есть все-таки ощущение, что это металл. Мейка Преволюшн. Ну, можно же улучшить эту формулу. Я понимаю, что это хит продаж. Вот эти палетки у Мейка Преволюшн. Они самые-самые продаваемые. Ну, что это? Что это? Как это может быть самым продаваемым? Полагаю, из-за формулы. Действительно, формула матовых тут вообще элементарно. Ее растушуют. Хотя, блин, на праймере ее растушуют, наверное, кто угодно. А без праймера, ну, удачи на даче. Ваша недовольна, ваша недовольна. Надо было сегодня тестировать трэш-косметику с Wildberries, потому что у меня прям настроение, настроение вот всю ненавидеть. Комментарий пришел, я вроде бы говорила в каком-то видосе. Этой девочке что-нибудь нравится? Я уже много видео пересмотрела. Я так подумала, действительно, а смысл смотреть мои видосы, если мне все не нравится? Я не говорю, что мне все не нравится. Ну, да, большинство, взяла фиолетовый и матовый, большинство вещей мне не нравится, но, блин, критический обзор тоже важен. Надо ведь узнать, а почему мне это не нравится? Может быть, вам такое понравится? Вот то, что я тут сотворила, ну, да, мне не нравится. Отвратительно. Я не говорю по тушевке. Нет, не в этом дело. Вышла чистенько, аккуратно. Нет, не аккуратненько. Вот тут какая-то залубка. Откуда шерсть? А, тут кот спал. Вот здесь какая-то у меня есть проблемка. Все, нету? Вроде нет. Вот не хотела туда тушать. Вот все испортила. Хотела круглую тушевку, ребята. А чего? Давно не брала, кстати, вот этот карандаш Florence by Mills. Вообще, в планах его продать надо бы. Отрезать вот эту верхушку и продать. Что-то вышло, что-то фиолетовое. Это максимум, который можно выжать. Фиолетовый максимум из этой палетки. И то, почему мне еще не нравится, потому что, походу, теплит. У меня все теплит. Даже я теплю. Что мне бы понравилось? Ну, например, что-то такое. Уже получше. Так что, да. Эту палетку я списываю со счетов фиолетовой. Она ни разу не фиолетовая. Это нейтральная палетка с акцентом. Что-то у нас было такое в красных палетках. Да, ведь? А в зеленых нет. В зеленых вроде не было. Было. Тоже от Makeup Revolution. Ну, короче. Тут я запорола вот эту тушевочку. Но переходим на следующий глаз. Потом я все это смою и покажу вам однушку. Хотя давайте сейчас однушку покажу, да, чтобы потом смыть что-нибудь и перейти к Fortune and Crystals. Сделать с ней хотя бы два макияжа. Потому что с Revolution мне делать нечего. Праймер беру вот этот от L'Amel. Мне он очень понравился. Брала в яблоке. Также удобно будет визажистам, потому что можно вот так выдавить на палитру, да, и не лезть туда палкой. И потом на глаз тому, кого вы красите. Однушку я взяла от Makeup Secret вроде. Вроде, да. Makeup Secret. Номер 064. Два грамма. Чего? Два грамма в рефиле. Неплохо. Магнитная такая однушечка. В коллекцию к моим однушкам не поместится. Я еще свочи не делала. Буквально только что открыла. Один-два свочи. Ребят, честно. У меня от бренда Makeup Secret, если я правильно помню, ничего не было. Сколько она стоила за такое количество пигмента, еще и количество граммов рефиля? Я вроде рублей за 200 взяла. Не, ребят, я этот глаз мою, вот этот трогать не буду. 247 рублей. И на 30 сентября тоже 247 рублей. Это что вообще? Это очень красиво. Вон там люди тоже свочи выкладывают. Посылка шла два месяца. Ирина, опять Ирина. Всегда почему-то попадается человек, который отзывы пишет с именем Ирина. И всегда жалуется. Ладно. Так, почищу вот эту кисть. Окей, сделаю вид, что она чистая. Я боюсь брать. Боюсь очень. Что будет вообще сейчас? Если своч был такой. Ну да, я стряхнула лишнее. Поэтому осторожнее набираю и не стряхиваю. Ну-ка, смотрите. Свочилось оно лучше. Крайне редко бывает такое, что тень... Это у меня заева. Давайте другую кисть возьму. Крайне редко бывает такое, что тень свочится лучше, чем работает. Еще одну заеву тогда возьму. 2-2-4. Она уже поменьше будет, чем 2-3-1. Я так долго экономила эту кисть. 2-2-4. Но пришло ее время. Ну да. Это получше, чем та. Что здесь сделать? Я не знаю. Это истинный. Холодный. Фиолетовый. Ребята. Можно на меня фокус? Спасибо большое. Я реально ее заказала. Я даже забирать не хотела. Думала, да ладно, сниму видео без этой однушки. Хорошо, что забрала. Потому что у меня даже в коллекции такого я... А, есть, наверное, Book of Magic от Beauty Bay. Как раз-таки там есть похожий оттенок. Но он не настолько пигментированный, скорее всего. Это шикарная тень. Тушует сама себя. Ну, еще бы кистью заевая не тушевалась. Я бы тогда эти кисти выкинула. Ну, моей задачей было вам показать эту тень. Я вам показала эту тень. И я поражена. Какую-нибудь блестяшку сейчас возьму из своей коллекции. Тогда сюда... Ох. Даже без праймера, ребята. Правда, у меня в глаз летит, и у меня он начинает слезиться. Вы где нашли такой синий-фиолетовый Make Up Secret? Ну, вот на то это и секрет. Мне, походу, никогда это не узнать. Невероятно. У меня аж настроение поднялось. Осыпания, конечно, имеются. Ну, поменьше, чем было у Make Up Revolution. Почему никто про тени Make Up Secret не говорит? У них есть еще там какие-то... Ну, наверное, да. Не только же фиолетовый. Ребята, у меня слов нет. Одни эмоции. Сейчас я тут что-нибудь сделаю симпатичненькое. Смой этот глаз, вернусь к вам. Будем Fortune and Crystals тестировать. Я не хочу это смывать. Я хочу посмотреть, потускнеет или нет. Но мне это очень нравится. Fortune and Crystals не показывала вам поближе. По идее, надо смотреть вот так. Она вот так идет на название. Но я покажу вам вот таким образом. У меня на нее тоже фантазии нет абсолютно. Потому что, ребята, вот это матовый. Да? И вот это матовый. Это сатин. Ой. Окей. Окей, хорошо. Мы поняли. Тут коричневый есть. Блин, но тоже хочется что-то с ней сделать. Ладно. Этот глаз, ребята, доделывать даже не буду. Говорю, настроения у меня на него нет. Но этот доделаю. И будем тестировать Fortune and Crystals. Готово. Я решила тут стрелу обвести. Вот этим лайнером от Lamellis коллекции Moonshine. Извините, Moonrise. Кто о чем, а я все в самогоне. Это оттенок 401. Практически не видно блестяшку у меня оберную. Чху его сделано, знаю. И, кстати, вот этот фиолетовый, насколько бы он не был красивый, он меняет цвет со временем, как я поняла. Он стал менее насыщенным, что ли. Ладно, переходим на этот глаз. Все равно посмотреть хочется. Но он стал, да, такой вот, не такой яркий, какой был, например, на Swatch. Все еще беру праймер, где Lamellis. Отвратительный здесь глаз получился. У меня прям какой-то вот к этой палетке от Revolution. Неприязнь какая-то. Я не знаю почему. У меня просто такое ощущение, что меня обманули. Я хотела фиолетовую, а получила непонятно что. Просто, когда я говорю фиолетовый, я вижу вот это. Я вижу вот такую красивую вечеринку. В углу тут, кстати, какая-то блестяшка от Colourpop. Я расчехлила свою палетку давно. Пастельная была, пастельная, да. И ставила вот один такой сияющий оттенок. Чего? Вот чего? Чего? Еще раз спрошу, чего? А? Что мне сделать? Вы скажете, ну, Марина, возьмите сатин вот этот, сапфир. Сатин, сапфир. А я не хочу, не хочу сатин. Ладно, без проблем. Хорошо, опять чистим кисть, чистим, чистим, чистим. Кисть, кистулина. Окей. Беру я, значит, этот сапфир. Не смогла этот глаз мне слишком уж он красивый. Давайте макияжик сатинами. Проблема сатинов не только в том, что они дадут вам лишнее ненужное сияние на некоторых объемах, но и в том, что у них может быть еще и подложка какая-то, и они могут растушеваться в серый. Ну что это? Ну ладно, давайте, здесь у нас яркость жизни, а здесь будет тусклость жизни. Беру вот фиолетовый, который называется wealth, богатство. Мои года, мое богатство. Вот, знаете, и хочется сделать что-то интересное, да, что-то необычное. А в то же время у меня нет как-то фантазии, можно так сказать, да, можно сказать, у Марина Лакшес нет фантазии. Хорошо. Ну, потому что вот некоторые люди, они взрослые, да, вот и говорят, типа, я старше, я умнее. Не факт, не факт. Некоторые кому и там за 40, и за 50 лет тупые, как полено, блядь. Беру оттенок energy. Energy drink. Это сатин, да ведь? Да, сатин. Сатин. Ой, какая красота. У нас тут, девочки, яркость цвета сатинистая. Вот будь это матовыми оттенками, смотрелось бы вот без вот этого залома, да, смотрелось бы красивее. Потому что это были бы матовые. А так это сатина, и что мне вот эти заломы ненужные? Ладно, снова беру мои года, мое богатство. В попытках смыть вот этот залом. Вроде получилось. Ну да, до этого тут был Halo Eye, что-то новенькое, что-то необычненькое. К чему я сказала, что некоторые люди тупые, ну, кому и там, да, за 40, за 50. Был у меня один знакомый, он всегда мне говорил, ну, как знакомый родственник? Типа, я старше, я умнее. И, знаете, я бы поспорила. Чистая кисть. Чистая же была. Так, ладно. Тут есть оттенок. Ну да, вау. Вау, вот это красота. Слов нет, нет. Если вам нравятся, ребята, эти палетки, какая-нибудь из них, а я тут сижу и мордой ворочу, это ведь не вам камень в огород. Все хорошо. Мы просто все разные. И это тоже надо принимать. Я понимаю, почему она вам может нравиться. Тушуется легко. Все оттенчики такие симпатичные. Я просто, когда смотрю вот иногда, да, на палетку, и понимаю, что нахера я ее купила. Если я пользоваться однозначно не буду. А продавать придется по цене намного ниже. Окей, беру клей. И здесь есть симпатичный оттенок кольца. Он меня прям манит. Есть еще джемстоун. Они кажутся мне металликами. Ну да. Первый возьму. Прям такой яркий. Я люблю сияшки. Терпения не хватает на вот это все. Но в то же время видосы, в которых я веселюсь, когда что-то тестирую. Например, вот Glam Shop было видео. Очень хорошее. Мне прям понравилось его снимать. Хоть и матовые в палетке были отвратительные. Но вообще видос вышел хороший. Я там такая веселая, но очень уставшая. Оттого и гиперактивная. И веселая, соответственно. Тут будет рожок полупублик. Может какие-нибудь стрелы интересные сделаю? Я не знаю. Так вот, видосы, где я веселюсь, такая хорошая, которая мне нравится снимать. Там, блин, просмотров не так уж и много. А на всяком трэше с Wildberries много просмотров. Почему так? Вам что, нравится смотреть на трэше с Wildberries, где я недовольничаю и ругаюсь? Ну, наверное, да. Я сейчас на самом деле развлекательный контент вообще давно не смотрела. Достаточно давно. Уж месяц, что ли, с августа. И бьюти-контент смотрю так очень выборочно. Раз в неделю редко. Крайне редко. Не только из-за того, что работы много. Но, знаете, я вот так сяду, после рабочего дня своего, сяду. И как сгрустну, понимаете? Вот, поэтому нет у меня настроения на просмотр. Но ничего. Потом сяду и посмотрю все, что я упустила. Хотя обычно я сразу в день выпуска стараюсь смотреть видосы ребят, которых я смотрю. Мне прям нравится. Я, конечно, не комментирую ничего. На крысу смотрю. Ладно, беру оттенок Quartz. Что-то поговорить захотелось. Надо, наверное, вопрос-ответ какой-нибудь записать. Ну, Quartz, он такой, знаете, прикидывается металликом. Хотя сейчас я вот нанесу его поплотнее и погляжу. По текстуре, по тому, как он набирается, это типичный сатин. Вот. В два слоя. Металл. Я не скажу, что я сжралась. Просто из палетки намного лучше. Тот же самый Beauty Bay. Надеюсь, что когда все это закончится, они вернутся. С доставками. Они даже в Турцию сейчас не отправляют. Так что мне даже в Турцию ничего не заказать. Ну, на посредника разве что. А то так много вопросов. А как заказать? Как заказать? Ребят, я сама не знаю. На посредника. Ровно как из Glam Shop. Тоже на посредника. Не на меня. Я не посредник. Только смотрите внимательно, чтобы вас не обманули. Потому что иногда палетки, которые 3К стоят, их за 7 перепродают. Ну, это что такое? Это что? Нет. Не покупайте за 7. Хотя, если вам надо, и девать деньги некуда. Я за 7 тысяч еще пока ни одну палетку не купила у перекупов. Потому что я дама расчетливая. Вот так. Я не скажу, что получилось так плохо, потому что у меня нет настроения. Вот. Это же нормально вышло. Ну, технически-то тоже не очень. Ладно. Но вот здесь, здесь прям кринж. Я вижу. Мне не нравится то, что я тут сделала. Это я не нарываюсь на комплименты. Это я говорю по фактам. Ну, что там? Эх. Нет у меня настроения на эту палетку. Я помню, когда она вышла. Вроде бы вы у меня не просили, ребята, на нее обзора. Может и просили. Опять же, я вам покажу поближе. Она кажется. Только кажется интересной. На самом деле, тут одни сатины. Я-то терпеть ненавижу. Но, если вы любите, то я уверена, что вам это понравится. Вот такая палеточка. Ни одного, конечно же, доохрома. Ибо зачем? Не понимаю, зачем тут оттенок сай... Сайк? Сайк? Whatever. What for? Like, наичин. Зачем тут? Хил. Исцеление, да? Ну, ладно. Красивая медь. Куда ее? С чем сочетать? С оттенком интуиция? Интуиция меня не подвела. Хороший был оттенок интуиция. Холодный коричневый. Сейчас поглядим на себя. О, е-бой. Думаю, что будет тушеваться и работать хорошо. А, что это у меня не засвучит? А, медь. Медь-медок. Красивый видок. Я признаюсь, мне иногда неловко говорить, что какая-то палетка это уродство. Потому что люди обидятся, скажут, ну вот, что ты так говоришь, что это... Ну, это отвратительно. Это ужасно. Это некрасиво. Вот я считаю. Ладно, издалека смотрится красиво, да? Но вот я на нее смотрю вот так и думаю, вы чего? Серьезно? Да? Четыре, блядь, матовых? На 18 оттенков? Матовые. Сейчас, по-моему, покажу их, ребята. Три, четыре. Все. Раз, два и четыре. Больше нет. Вот такие тут матовые. У меня с той стороны мокренько, поэтому я тут делаю. Да, Makeup Obsession Kisses даже лучше. И выглядит, и пологичнее будет. А это что? Ладно, я прекращу ворочать, доделаю этот глаз. Я не знаю, что тут сделать интересного. Потому что у меня злости не хватает иногда на вот эти палетки, которые обманом так. Ну, мне почему-то всегда кажется, что как-то обманывают. Вот типа, да, мы такие фиолетовые, мы все такие красивые. А вы открываете, и фиолетовая тут только фон. Ну и один, два, три, четыре, пять, шесть оттенков, да? И то половина сатины. Злости не хватает. Ладно. Тушь у меня, кстати, сегодня Эвелин. Вот это. Но я ее выкину, потому что она у меня засохла. Ну, сейчас доделаю этот глаз и приду к вам делать сводчи. Я этого особо делать не хочу, но у меня нет выбора. Я уверена, что если я немножечко вскопаю землю, то мне скажут оттуда вам, Марина Сергеевна, спасибо, что ты нас нашла. А, все, готово. Полосочку я сделала немножко не асимметрично, я так полагаю, вот этой подводкой от Lamelle Moonrise, не Moonshine. Такая вот вечеринка получилась. Стрела специально сделана маленькая. Я переживала, что переборщу вот этой помадой от кого? Виперфект сама купила. Давненько было дело. Ну, я подумала, что... Почему я смыла этот глаз, да? Потому что я подумала, что, ну, ребята, несмотря на то, что палетка мне не нравится, быть может, она нравится вам внешне. Ну, или она у вас есть, и вы ее очень сильно любите. Я такая пришла тут и все обругала. Я подумала, надо все-таки, надо как-то вот что-то еще сделать. Тут у меня лайнер вот этот, тот Lamelle. А я ресницу не наклеила. Всем привет, я думаю, что не так, что не так. Тут у меня наклею золотой металлик и сатин вот этот какой-то. Precious. Precious protection. Обожаю GTA. Помню, когда мне было 8 лет, я в GTA 3 играла. А потом, через пару месяцев, у меня появилась GTA Vice City. Мне так нравилось, но я не могла пройти санную миссию с самолетиком. А во взрослом возрасте, когда играла, я ее прошла очень даже быстро. Легко мне показалось. Обожаю GTA Vice City. Вообще классная история прикольная там. И в этом, в San Andreas тоже история классная. А в GTA 3 вообще как-то странно. Я не помню даже. Я даже не помню, какой там сюжет. Будильник у меня прозвенел на таблетке, поэтому сейчас вернусь. Стоило открыть дверь. Кот тут как тут. Помада Jeffree Star Posh Spice. Карандаш Makeup Forever. Вот этот. В оттенке 506 endless какао. Да, с ресницей выглядит уже намного лучше. Как и обещала, тушь в Тевелин я выкинула. Мало того, что она мне не нравится, она еще немного подсохла. Что могу сказать? Да, я хотела сделать что-то еще, чтобы эту палетку оценить. Видите, я взяла тут коричневый в основу и тушевала его каким-то непонятным сатином. Ну, вот что вышло. Внизу коричневого нет, просто сатин. Сейчас скажу какой. Если я вспомню. А, Sapphire. Он вообще, вообще не рабочий. Ну, в плане, мне пришлось набирать его так много, чтобы он хоть как-то сработал. Ладно, давайте я отсвочу и начну с первой палетки. Вот с этой. Помню, в свое время ее сравнивали с Норвиной от Анастасии. Анастасия Норвина. Не палетки Норвины, которые сейчас выходят, а просто Норвина была сиреневая такая. Она мне абсолютно не нравилась. Я ее не хотела, потому что, ну, это трэш. Я считала ее уродливой. Ну, опять же, это я. Не знаю, я почему-то иногда вижу в палетках красоту. Иногда я вижу уродство. Здесь я уродства не вижу. Здесь я вижу просто коричневая обычная повседневная палетка. Тут белый еще зачем-то матовый. Эти сатины глиняные непонятные. Я никак это комментировать не буду. Один-два сводча по классике, ребят. Не пытаюсь вас обмануть. Вот тут оттенок, просто он мне в цвет, в цвет меня. Поэтому его плохо видно. Отзывы на эту красотку я не смотрела. Я имею в виду, не смотрела отзывы на Wildberries. Но помню, в видосах ее хвалили. Ну, хвалить ее за то, что она фиолетовая, это грех на душу брать. А хвалить ее за то, что она хорошая нейтральная палетка, думаю, можно. Так-то рабочего характера. Но формула получше будет у тоже пластмассовой палетки, которая вельветовая роза. Там как-то пигментирование, что ли. Однако там коричневые, поэтому не мудрено. А здесь такие холодные коричневые. То есть она холодная хотя бы. То есть уже какой-то плюс ей можно дать в корзинку. Но где пигмент? Так-то вот такой у меня вопрос. Что-то теплое тут затесалось. Самый первый оттенок теплый, белый, зачем? Можно туда фокус. Ну вот как-то так. Говорю, у меня слов нет. Оценивать уже вам. Сводчица средняя. Стоит ли она сколько? 1200? Ну, стоит, наверное, тут 18 оттенков. Поэтому, да, Бублик, пока-пока. До свидания, Москва. Вывод скажу потом. Давайте дальше сводчить. А то буду повторяться. Fortune and crystals. Fortune, точнее. Судьбы и кристаллы, да? Я так понимаю. Fortune это же судьба. У меня проблемы с английским. Тут тоже 18 оттенков, если я правильно считала. Палетку визуально можно разделить на две девятки. На вот эту и на вот эту. Можно также по три разделять, да? Также, я полагаю, можно вот так сочетать. Но это сатины. Я принимаю вас, если вы делаете макияж с сатинами. Все окей. Блин, тут у меня мокро. Подождем, пока высохнет. Подождем мою маму. Всегда, когда говорю подождем, у меня сразу подождем. Твою мать. Получка прикольная. Долго думала, какую помаду подобрать. Потом подумала, давно Джеффри не брала. Ладно, поехали. Первый оттенок, он выглядит персиковым, но сводчится как белый. Потом вот матовый. Сатин. Сатин? Нет, матовый. Обманула. Просто когда в палетке сатин на сатине и сатином погоняет, знаете, заговариваешься немножечко. Следующий оттенок я брала как раз себе вот в каткриз, в импровизированный. Вот этот золотой, золотишко. Набиралось оно тяжело, но в итоге набралось в целом. Если вы пальцем наносите, наберется с легкостью. И у меня, а да, оттенок Precious. Precious Protection. Он у меня в начале. Да. До него скоро дойдем. Makeup Revolution, iHeart Revolution. Реально, идеи очень хорошие, но палетку надо выбирать тщательно. От Makeup Obsession мне больше всего палетки нравятся, как по качеству, так и по цветовым схемам. Но вот им не хватает. Почему сатины? Ну, кто? Мы в каком году живем? Назовите мне... Ну, ладно. Я знаю, что среди вас, ребята, есть любители сатинов. Что вы делаете? Какой макияж? Мне кто-то как-то раз писал, типа, один сатин на всю век, готовый и очень красиво даже выходит. Я так не люблю. Ну, это опять же, опять же, это я. Потому что имхо сатин, он всю текстуру подчеркивает. Ненужный дает сияние. Ненужное сияние какое-то дает. Но некоторые из этих оттенков металлика. И, кстати, Precious, который у меня здесь вначале хороший, но наносился комками на клей. Потому что сатин, да, чаще всего сатин и на клей наносятся комочками. Особенно сатин и Makeup Revolution, iHeart Revolution, Makeup Obsession. Оно будет наноситься комками. Этот коричневый, кстати, он холодный в этой палетке. Есть сатин в Makeup Obsession в розовой палетке, которая Kisses. Там прямо сатина хорошая. То есть, тушуете и нет лишнего сияния. Но это бывает крайне редко. Вообще, коричневый... Можно, пожалуйста, фокус? Вот этот коричневый вообще рабочего характера. Очень красивый такой, холодный. У меня рука устала. Вот такая вечерушка. Кажется, красиво, да? Симпатично. Будь это не сатина, я бы радовалась намного больше. Первый металл. Вот тут золотой металл тоже. Что еще металлическое есть? Походу, вот это металл. А так, сатинчики, сатинчики. А теперь мы там машины паркуем, блядь. Не снимаю. Не парковаться. В целом, вышло симпатично. Знаете, можно заставить даже сатины работать. Но я тут так расстроилась, что у меня стрела идет мимо тушевки. Так лучше не делать, ребята. Если тушевка вверх, так и стрелу моя хорошая вверх рисую. А не вот туда, куда она ушла. Ладно, покритиковать меня можно много за что. Сейчас мы этим заниматься не будем. Сейчас будем заниматься тем, что будем разбирать эти палетки, кому они нужны. Приношу извинения, опять-таки, что только две, а не четыре, например. Это все, что я нашла, серьезно. Больше ничего не было. Если вы знаете еще какие-то фиолетовые палетки без сатинов, то дайте мне знать. Потому что все, что я видела, вот, например, Revolution Pro, тоже есть фиолетовая. Там сатины. А я пользоваться не буду. Это лишняя трата денег. Ну что, начнем вот с этой, да? Если вы ищете холодную, ближе к розовому, пыльную розовую, холодную повседневную палетку, понравится отвратительный вот этот сатин. Вот тоже отвратительный сатин. Ну, для меня все сатины практически отвратительные, поэтому меня слушать не надо. Посмотрите видосы, почитайте отзывы, ребята. Я бы не советовала. Хотя, если вы ищете что-то повседневное, пыльно-розовое, ну, можно взять, наверное, да. Однако, почему-то я не хочу вам ее советовать, потому что здесь отвратительные металлики. И вы ими пользоваться не будете. Также матовые тут, да, тушуются хорошо. Кстати, не тускнеют. Однако, вот все тут какое-то идентичное по матовым. Качество-то окей, типичная мейкоп-революшеновская. Но мне больше по качеству понравилась Velvet Rose. Хотя там цвета вообще не мои, здесь моего больше. Пыльные розовые оттенки, я такое не люблю. Ну, я их так вижу. Опять же, вы знаете, я вижу, наверное, неправильно. Что это такое? У меня однушка Makeup Secret. Оттенок 0,64, например, 0,64 брала на Wildberries. Очень хорошая однушка, стоит каждого рубля. Я ее ставлю себе, буду пользоваться и положу в свои однушки. Потому что холодный фиолетовый, холодный фиолетовый найти тяжело. Да, у нее есть минус. Она становится какой-то серой со временем. Может быть, надо подобрать другой праймер. Без праймера с ней работать я бы вообще не советовала. Поэтому я ее оставляю себе, я этим очень довольна. Это получает от меня 9 из 10. Только потому что цвет как-то странно меняет. Мне не показалось. Советую вам эту однушку, если вы ищете что-то фиолетовое, холодное. Потому что, опять же, у меня в голове, когда люди говорят фиолетовый, большинство из них подразумевают холодный фиолетовый, который днем с огнем не сыщешь. А тут я для вас сыскала, а какой я, молодец, возьму с полки пирожок. Если там их будет два, возьму тот, что посередине. Форчин, форчинс, точнее, энд кристаллс. Что это? Это издевательство надо мной. Однако, давайте, если думать холодной головой, вы любите сатины, любите дальше. Вам понравится. Она очень красиво выглядит издалека. Ну, прям вот очень. Даже если так смотреть, думаешь, вау, как красиво. Потом присматриваешься и видишь. Энерджи, сатин, сепфайр. Вообще не набирается, ну, то, что у меня здесь на глазу. Не набирается вообще этот сапфир с саной. Аметист какой-то непонятный. То есть, если вы смотрите на нее в целом и вам нравится, ребят, присмотритесь. Всегда, когда вы покупаете палетку, смотрите на каждый оттенок. Ну, конечно, в целом на палетку смотрите, вау, да, красиво. Но присматривайтесь. Будете ли вы пользоваться манифестом? Какой-то серый, непонятный. Сайкик. Будете ли вы им пользоваться? Не знаю. Форчин, вот здесь это золото. Кому, вот в целом, опять же, да, вот я смотрю издалека на нее. Красиво, да. Но по отдельности каждый оттенок рассматривать, если то нет, мне не нравится. Я всегда стараюсь на палетке смотреть по, ну, да, по каждому рефилу, там, по сочетаниям. Но иногда я обманываюсь и смотрю на палетку в целом. Например, так можно обмануться с Blood Sugar, подумав, что она красная. Она ни разу не красная. Присмотритесь к ней, к каждому рефилу. Тем более, на данный момент, ребята, все очень дорого и в пустую деньги лучше не тратить и экономить. Поэтому, хотите фиолетовую палетку, лучше подкопите и купите вы себе уже Beauty Bay. Потому что я планирую это сделать. Я планирую купить себе и фиолетовую большую, и зеленую большую. Не хотите большую, берите маленькую. У них вышли давно, эти палетки уже вроде бы летом. Маленькие девяточки на 18 и на 42 цвета каждой цветовой гаммы. Фиолетово-синяя, зеленая, зеленая, коричневая такая. А красная вышла только на 16. Нет, обманываю. Вроде на 9 и на 16. Но они недавно выпустили еще на 42. Или наоборот. Сначала была девятка и на 42. Нет, скорее всего, недавно вышла как раз-таки на 42 оттенка. Я предположу, что там очень хорошие матовые. Но металлики, надеюсь, не как в коллабе с... Ну вот коллаб был. Это огромная палетка, на которую я в том году обзор сильно так и не выложила. Потому что палетка дерьмо. Там луна такая еще. Вообще отвратительно. Хотя я читала отзывы, людям нравится. Но нет, я даже говорю, обзор не выложила. Потому что я вся была в расстроенных чувствах. Поэтому я как только закажу, если у меня получится, обзор, конечно же, будет. Ребята, снова еще раз. Монохромную палетку найти тяжело. Тем более в масс-маркете. У меня была фиолетовая нарвина. На самом деле жалею, что я ее продала. Вот там была фиолетовая. Да, тоже можете ее взять. Если у вас есть возможность, можете с рук взять. Или опять же на посредника заказать. Фиолетовую нарвину. Это была пятая палетка у нее. Да, хороша. Там были прессованные блестяшки. Но вот я и не пользовалась. Она лучше, чем Джеффри. Вот как мне и показалось. По моим критериям, она была лучше, чем фиолетовая Джеффри. А в масс-маркете, ну серьезно, возьмите вот эту однушку и радуйтесь жизни. Потому что найти cohesive palette, это очень difficult. Я считаю, что я с задачей не справилась. Вы скажете, ну Марина, есть ведь еще 7 days. Да, но она больше пастельная. Еще какой-то там бренд, вот этот Beauty Glaced. Там фиолетовое было что-то. Но оно немного такое малиновое. А я, когда говорю фиолетовое, опять же, я подразумеваю холодный. И для меня самая фиолетовая палетка, это ладно, Нарвина пятая. И новая палетка Beauty Bay. Да. Не самая новая. Я имею в виду вот эти цветные на 42 оттенка. Book of Magic тоже фиолетовое. И то, что на Новый год выходило. Как она называется? Она тоже более-менее фиолетовая. Хотя там больше вот таких цветов малиновых. Да нет, не больше, там их 4. Ладно, неважно, ребята. В общем, если вам повезло, то у вас есть Beauty Bay. Не повезло, ну, как и мне, да. У меня ее пока что нет. Вот такая вот вечерушка. Что у вас есть из этих двух палеток? И что бы вы себе приобрели? Вот так, да. Я вот оставляю себе однушку. А эти две палетки, скорее всего, комплектиком продам в ноябре. Кстати, у меня тут был металлик от Берновича. Я об этом не сказала. Вот на этом глазу. Окей, ребята, я пойду. Какой мой видос? Какой макияж больше всего понравился? Я, конечно, показала всего лишь 1, 2, 3, 4. 4? Ничего себе, молодец. Ну, ладно, я пойду. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не надоело ему лицо, а понравилась моя речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк и ставить свой очень-очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой Телеграм, потому что, если вы не подпишетесь, я откушу вам жопу. Всех люблю. Всем пока. Паркуются, бляди, а. Две палетки только нашла. Sorry, no, sorry. Поиски лучшей фиолетовой палетки не увенчались успехом. Мы нашли однушку. А прикольная полосочка такая, да охромная. Ты что? Полоска. Это из-за масла Кларанс. У меня еще бы энергос бахнуть. Нормальный макияж вроде вышли. Да, ну вот, правда, какой-то не такой. Кстати, ничего не скаталось. Ну, раз я это не упомянула, значит, ничего не скаталось. Скаталось бы, я бы упомянула. Сижу иногда, у меня какая-нибудь музыка в голове играет, и мне так весело. Но иногда включается какая-нибудь Надежда Кадышева. И вот это не весело. Я больше не могу. Да, это пойдет в конец, потому что мало кто до конца досматривает. И я вообще без сил, блядь. Здравствуйте. Тон не скажу. Брови засаем. Брови вообще испоганила. Какао, какао, какао. Куда покрутился-то, поехал.